Всем привет! Спасибо, что заглянули. Марти, зачем я все свалил? Всем привет! Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами просто болталка. Буду показывать, чем занимаюсь, что покупала. В общем, всего понемногу. Но начну я с супер, просто приятной для меня вещички от Alex North. Это вот такой обалденный блокнот. Она мне сказала, что когда она увидела, сразу про меня вспомнила. Для тех, кто не знает, «Фантастические твари» это ответвление от Гарри Поттера. И я очень-очень-очень люблю эту часть. И Alex мне прислала такой вот классный блокнотик. Я вообще просто счастлива. Я даже уже придумала, куда что он у меня будет. Здесь всякие вставочки, волшебные палочки. Очень классно. Здесь вот это вот даже нюхли есть. Ну, естественно, Alex не могла просто блокнотиком ограничиться. Я когда открыла, чуть не упала. Там еще лежала все вкусняшки, которые хотят у меня убежать. Но самая ценная – это акварелька от Alex. Это вообще просто, мне кажется, она у меня отдельно просто будет лежать. С акварелькой я еще не открывала. Но это явно магия вне Хогвартса, потому что, во-первых, зеленая тень. Я очень давно хотела ее попробовать. Но мне почему-то нигде веста артиста не попадалась. Я как-то, ну, сдержала ее в голове, но сама не покупала. И тут я открываю, что я вижу. И главное, она умудрилась не повторить вообще ни один цвет. Мне кажется, это вообще нечто невероятное. Невероятное так вот. Но и это еще не все. Она умудрилась угадать мою любимую гелевую ручку. Я пользуюсь точно такими же. У меня сейчас где-то даже коробочка есть. Я их постоянно покупаю. Сейчас еще гельки у меня есть из Фикс. А так вот я заказываю эти прям коробочками их. И вот у меня, кстати, последняя коробочка осталась. В общем, Alex, просто огромное спасибо. Я помню, подняла мне настроение в тот день просто на максимуме. Когда я открыла, это так приятно. Я даже словами не могу передать. Вот, в общем, спасибо огромное. Прям приогромное. И засмущала, и настроение подняла. Спасибо. Далее давайте покажу вам, что раскрашиваю. У меня как-то застыл на месте здесь рисунок, иллюстрация. Я, в принципе, сделала деревья, фон. И вот в один слой карандашиком, мэджиком раскрасила травку. И я прям не хочу ее дальше красить. У меня здесь все вот это вот еще даже не начато. И вот человечки тоже эти не начато. У них там очень какое-то сложное название. Я читала про них. Вот. То есть они тоже там, не волосы у них нормально не сделаны, ничего не сделано. И вот пока так, нужно уже доделать. Ну, казалось бы, сядь-то, доделай там эти листочки, телетельцы, волосики. И хватит. Нет, не могу. Лежит все никак с августа. Мучаю ее, по-моему, с августа. Вот. Не знаю. В общем, надеюсь, доделаю. Прям обидно. Нравится мне эта иллюстрация. Ну, в смысле, как Керби нарисовал. Никак я что-то с ней сделала, да? Что здесь красить? Три дерева, шесть человек и травку. Но нет. Решил сделать небольшое включение. Показать на примере Керби, как выглядит ад перфекциониста. Книги от разных издательств. Первые две — это американская, потом это, по-моему, польская. Эти две — английский и наш. Но она здесь не стоит. Я их просто для примера поставила. Как сойти с ума, если вы перфекционист. Так что, видите, не только у нас играют с размерами. Каждый по-своему делает. А вторую книжку я начала тоже из-за Аликс, потому что мы тут, значит, недавно разговаривали, сидели. Что-то у нас зашла речь про медвежат в блендере. Что-то какое-то живодерство Лу-Лу-Майя было. Я ей достала показать какую-то книжку, что... Ну, у неё сейчас нету там особо никакого живодерства. Я что-то так ей листала эту книжку, листала. Думаю, дай-ка я её пораскрашиваю. Вот с тех пор я никак от неё оторваться не могу. Вот сейчас у меня тут... Не помню, сколько я тут картинок сделала. Вот эту я сейчас сделаю. Мне ещё так понравилось здесь всякие блёсточки использовать, всякую акварельку. Думаю, да что же, куда же я раньше смотрела? Почему у меня здесь только одна картинка была? Вот у меня даже сейчас здесь... Вот я просто не знаю, каким эту большую лошадку сделать. Она же единорожка. Не могу цвет придумать ей, поэтому пока отложила её в сторону. Так мне нравится, как здесь я ещё достала все свои блёсточки. Так всё это красиво переливается. Прям супер, мне нравится. Вот здесь вот ещё у меня метраферентная акварелька. Её, наверное, не видно будет. Вот так она переливается. В общем, что-то я никогда не думала, что я в таких количествах буду красить лумаю. Вот честно, мне всегда было так сложно её раскрашивать. А тут я поняла, что да чего сложно-то? Села, да и закрашиваю на сиди. В общем, это очень странно. Меня вообще потянуло на какие-то милости. Я тут ещё себе немного книжечек накупила. Во-первых, Алекс. Я когда искала тебе обзоры, посмотреть, нет ли там каких-то ещё живодёрств, я посмотрела ещё миллион обзоров и раскрашенных страничек на лумаю. И на логобуке ещё себе заказала две книжки. Ну, я в принципе понимаю, что они есть в нашем издании, но мне просто формат у этих книжек нравится. Ну, у иностранных я поэтому их и покупаю. Я, в принципе, против наших-то ничего не имею. Вот. И, в общем, я купила тоже вот эти две книжечки. АЛЕКС! Если бы не она, мне бы даже не пришло в голову полезть их смотреть. Вот честно. Ну, их 150 раз. Видно, мне вот эта книжка понравилась больше. Здесь такие миларки. Такие они хорошенькие. Вот. Я думаю, что в конце сентября у меня будет очень много лумаю. Что-то я, кажется, заболела этими милыми картинками. Единственное, кстати, не обратила внимания. У меня был, ну, вот, миллион магических существ от... По-моему, это английское, мне кажется, издательство. И она прошита. А вот вторая. ЛАРК. ЛАРК. Нью-Йорк. То есть американская. Вот она проклеена. Ну, надеюсь, она не развалится. Но я, в общем, пока сидела эти обзоры смотрела, я ещё пересмотрела кучу раскрашенных страничек в этих книжках. Мне так понравились эти блёсточки-переливалочки. Видела вот, что у этого издательства разваливаются книжки. Они показывали. Я вот... Я почему обратила внимание, у них сзади разные обложки. Вот здесь вот есть вот эта вот предыдущая версия, а здесь нет. Вот. Ну и далее, естественно, нельзя же на логубок взять и заказать одну-две книжки. Так же это не работает. Вот. Покажу вначале чуть попроще. Заказала небесные мандалы. Что-то мне захотелось такого. У меня по номерам есть похожие... Ну, у меня по номерам есть мандалы. И там вот была похожая тематика. Я раскрашивала. Мне она так понравилась. И я захотела ещё такую без номеров. Тоже видела, как их раскрашивают. Очень красиво. Хотя, кажется, сложными. Но на выходе получаются очень лёгенькие картиночки. И очень красивые. Ну, как отдыхалочка. Вот. Вот. Такая прям супер отдыхалочка. И вторую тоже от Creative Heaven. По номерам заказала. Я думала, что я не буду её покупать. А потом посмотрела. У неё такие симпатичные картинки. Ну, и так как бесконечное лето, почему бы её не раскрашивать круглый год, да? Так. Покажу вам поближе. Ну, вы, наверное, её уже все видели. Она, я думаю, уже мелькала. Мне очень понравилась эта картинка с мороженкой. И мне понравилось, что здесь помимо мелкотни всякой, есть и достаточно такая крупная рисовка. Книжку бы не шить над свечкой. Такие вот иллюстрации. И, да, здесь какие-то картиночки прям... Есть мелкие, а какие-то вот... Ну, крупные, я думаю, их легко будет раскрашивать. И здесь вот всё вместе. Они где природа там помельче, где где-то воздушные шары были. Они вообще прям супер крупные. Легко-фрукты. Ну, надеюсь, будет раскрашиваться легко. И последнее, что я заказала на логобук. Сто раз про неё думала, гадала, не знала, заказывать или нет. И вот на логобук увидела и уже... Ты поздороваться пришёл? Давай ты поздороваешься и дальше пойдёшь. Хорошо? Давай, прыгай вниз. Ай, пушистое отступление. Вот, и в результате увидела на логобук всё-таки заказала. Она мне как-то сразу приглянулась, но вот всё, я думала, надо, не надо. Здесь такие красивые девушки. Мне больше всего понравилось... Не понравилось, а запомнилось. Девушки-то мне все понравились. Вот эта девушка... Я не знаю, почему она мне так в душу запала. Я прям очень хочу её раскрасить в красном платье. Вот прям вижу только так и не иначе. Так, конечно, здесь очень много красивых иллюстраций, которые почему-то мне ни одна здесь не попал. Какие-то вот такие вот мелкие совсем я, конечно, планирую игнорировать. Есть они и есть. Где все картинки? Безумно красивые девушки. Ну, такие вот мне тоже нравятся. Хрюшки всякие. Пудели. Красиво. Ну, я думаю, вы уже много раз эту книжку видели. Вот. Это что касается иностранных. Дани. И ещё заказала неожиданно для себя. Маленькие русские раскрасочки стоили по 30 рублей. Увидела их совершенно случайно. Я, честно говоря, не видела у девчонок их, но я когда в наш чат скинула, мне девчонки сказали, что они видели, что кто-то их раскрашивает, поэтому, возможно, я просто прохлопала этот момент. Вот. Такие они хорошенькие. Мне больше всего вот эта сладкая жизнь понравилась. Они маленькие совсем. Смотрите, какие хорошенькие. Маркерами можно раскрашивать они односторонние. За такую цену я их... Я считаю, что очень прикольные. Такие они прям интересненькие. По-моему, они ещё повторяются между собой. Там как-то... Вот эти, по-моему, в котиках есть вот тоже. Вот всякие тут котики со вкусняшками. Ну, мне не жалко. Пусть повторяются. Так, и третья. В общем, прикольно. Вот они и с этой пиццей. Ну, мне понравилось. И докинула ещё, не видела, что она вышла. Это у меня тут... Мне кажется, у меня мечет из стороны в сторону, потому что я то какие-то жутики раскрашиваю, то сижу, какие-то милашки раскрашиваю. Вот у меня раскраска с лисами. Она как-то очень неприлично быстро заполняется. Я думаю, ну, возьму что-то ещё из этой серии. Я вообще ждала... Там есть совы и ламы, по-моему, должны выйти. Я вот думала, либо сов возьму, которые сейчас вышли, либо потом лам. Увидела вот эту без обзора. Схватила её. Ну, она меня как-то вообще не впечатлила. Ну, попробую, конечно, вдруг это тоже будет что-то. Но лисы как-то поинтереснее. Здесь всё, конечно, с крылышками, но как бы пеечки же. Но она какая-то прям совсем детская. Хотя котик прикольный. Ну, попробую. Он там тоже стоил недорого, около 100 рублей. Значит, о городе я всё это заказывала, куда у них скидки были. Я думаю... Даже не знаю. Посмотрим. Вот. Такие вот были у меня покупки. Почему-то ещё лисы на коленках лежат. Последнее, что я вам покажу, это... Привет Алине! С канала Алина Калоринг. Ссылку я оставлю в описании, потому что всему виной она, она ещё раз она. Она тут как-то в видео показала, что она купила поталь и сделала там такую красоту. Мне кажется, нельзя такие вещи выставлять, потому что мне сразу стало надо. Вот. И я заказала, ну, честно сказать, заказала давно, но всё никак не попробую. Это гель и поталь. Только она в листах заказывала, а я вот такую заказала. Мне показалось, что это поудобнее будет. Вот. В общем, тоже хочу попробовать. Алина, я не буду смотреть твои видео. Хочу как раз попробовать в Лулу Маю поэкспериментировать. Там блёсточки, это же прям идеально куда-нибудь, на Луну попробовать. Посмотрим, что получится. Надеюсь, что получится что-нибудь красивое. Но если не получится, то и не получится. Мне не привыкать. Продолжая свой хобби-влог, попробовала я поталь, и, ну, конечно же, первый блин у меня был комом. Сейчас я вам покажу, что я тут натворила. Далеко решила не ходить. Выбрала картинку, которую я вам и показывала. Так, совсем простенько её раскрасила. И вот на Луну, как вы видите, нанесла поталь. В принципе, она так неплохо сияет, издалека даже, я бы сказала, очень неплохо смотрится, но я тут немножечко увлеклась. И, в общем, кисточку очень много раз провела и не заметила, как я её повредила. Поэтому видны следы от кисти. На будущее буду знать. Но в целом мне понравилось и очень даже необычно. У меня такого эффекта ни акрил, ни какие там металлики не давали. В принципе, тут немножечко останется картинку доработать и будет всё в порядке. Так что, продолжаю мучить Лулу Майю. Далее. По наводке Ани с канала Анна Хобби Калоринг. У неё есть книжный канал. И вот на нём она показывала, что на фикс прайсе приобрела вот такие вот книжечки. Я парочку взяла показать и отправилась туда, потому что мне тоже очень надо. Я давно на них смотрела, но даже не подозревала, что они в фикс прайсе появятся. Вот по 150 рублей книжка в мягкой обложке. Такие они классные. Я, конечно, принесла себе их практически все и оттуда какие нашла. Вот. Очень довольна, что они у меня появились. Обязательно в ближайшее время, когда закончу с теми книжками, что я сейчас читаю, перейду к ним, потому что, ну, диснеевские злодеи это моя слабость. Я, в принципе, этого никогда и не скрываю. И у нас в фиксе появились классные такие свечки. Может быть, тоже кому-то пригодится. Такие огромные. Я несколько штучек схватила, потому что они такие тяжеленные. Пахнут просто потрясающе. Вот одна у меня горит. И вот две ещё стоят. Про запасные. Я думаю, их надолго хватит. Вот они по сравнению с обычными свечками оттуда. Такие прям очень увесистые. Вот. Ну, классно. Я очень довольна, что они там появились. Возможно, потом ещё зайду, ещё парочку возьму. Ну, потому что они там стоят по 200 рублей с небольшим 210, по-моему. Странная какая-то цена была для фикс-прайса. Вот. И за такую цену я вот больших свечей ни разу, честно говоря, не видела. Гораздо дороже они стоили. Заходила ещё на Вайлдберрис. Забрала такой вот пенал. Окончательно меня достала эта коробка от Artex. Не могу их не совладать. Они там все гуляют между собой. И я заказала себе пенальчик. Я не люблю скрутки абсолютно. Но это всё равно удобнее, чем та коробочка. Потому что большой пенал не хочу скручивать. Я тоже этот пенал не хочу. Вот я их вот так храню. В принципе, он не намного больше оказался в коробочке, которая там есть. Просто её не поставишь, а приходится класть. Но я всё ещё не так сильно теперь злюсь. И у меня вот примерно в таком же пенале живут буртфонеры пастельные. Из головы вылетело. Но здесь, так как их мало, 50 штучек всего, они так очень компактно здесь лежат. Мне прям нравятся они. И здесь какая-то ткань, она не похожа на обычную пенальную ткань, из которой делают скрутки. Она очень тоненькая. И он из-за этого достаточно компактный, даже когда скручиваешь. Очень компактный получается. Ну и расцветка мне нравится. Она прям очень подходит для пастельных карандашей. Очень давно покупала, когда ещё помните, был этот бум на скрутке. Я там запаслась немножечко карандашами. Но вот на 72 у меня настолько неприятная расцветка. У меня есть два пенала, которые я на них даже смотреть не хочу. Прям не знаю. Поэтому заказала себе такой. Теперь довольная. Вот таскаю везде с собой лулумаю этих несчастных магических существ. И вот эти вот два пенальчика, потому что я там ими раскрашиваю. Довольно, просто нереально. Ещё хотела показать вам. Раскрашивала вот в этой книге. Такой вот у меня здесь пейзажик, скажем так, получился. Я такой здесь получила стресс вместо антистресса. Я как-то без задней мысли, когда начала раскрашивать, взяла вот эти вот маркеры от Мазари. И я помню, что когда-то давно я раскрашивала маркерами в Сити Сайдс. И вот там у меня тоже жутко маркеры расплывались. И потом я уже красила по мастерами в этой серии в Creative Heaven по номерам. И меня всё устраивало. Сейчас где-то вам покажу даже, что там у меня рядышком по-любому есть от них. Ну, вот здесь, например, да. Ну, пусть там чуть-чуть полосила, но в любом случае получалось очень даже ярко и хорошо. А тут я начинаю раскрашивать и понимаю, что они все плывут. А здесь должны быть достаточно такие графичные линии, прямые. И у меня ничего не получается. И я этот несчастный зелёный цвет, он весь переплывал один в другой. Потом я вспоминаю, что когда я эти маркеры покупала, хотя это было и очень давно, но они при открытии прям брызгали чернилами. У меня даже на выкраске это осталось. Сейчас покажу. И возможно, из-за перепада давления, когда доставляли. они прям очень сильно текут. И по бумаге я прям ставлю точку, они расплываются. Я потом вспомнила, что у меня есть вот такой наборчик, тоже Мазария, но он у меня лежит. Я его тоже давно покупала, он достаточно такой... Он приятный, но, как по мне, немножечко суховатый. И здесь нет обозначения номеров, и неудобно по номерам, потому что выкраска есть, но я ее никак не могу соотнести с маркерами. Вот они у меня лежат. Я начала ими красить, и вот благодаря ним у меня только получилось, скажем так, более-менее спасти эту иллюстрацию, сделать более ровной. Вот поэтому подумала, что, скорее всего, сяду, подберу цвета именно под эту раскраску. Вот у меня, например, под Country Sins у меня отдельно лежат в коробочке пронумерованные цвета для этой раскраски. И когда мне нужно, я не сижу, не выбираю, просто беру фломастеры и раскрашиваю. Я думаю, что вот с этой раскраской сделаю так же, но подберу здесь именно вот отсюда маркеры. Что я имею в виду, когда, говорю, они у меня прям вытекали на выкраску. Сейчас покажу. Где ты? Вот, смотрите. Пробую поближе показать. Здесь прям видно эти пятна. Вот, например, смотрите, самый верхний угол. Сейчас возьму что-нибудь показать, чтобы... Вот, например, вот здесь капли растекались и вот здесь, где я вот эти капельки ставила, коточки. Это вот они прям капали сюда. Поэтому такие опасные достаточно маркеры. Это вот Мазари Сенс. У них очень классный чемоданчик, но мне очень неудачно попались. А это вот как раз вторые. Они, как видите, без номеров, поэтому не очень удобно. но я займусь обязательно этим вопросом и будет у меня такой вот наборчик специальный для этой раскраски. В принципе, мне раскраска понравилась, хотя, опять же, есть много ошибок, не очень понятно. Где-то просто не хватает номеров, потому что, ну, можно, конечно, сказать, что они так специально сделали, но у меня возникает вопрос, зачем они, например, вот на этой полоске, вот темная полоска, вот здесь, почему они не поставили номер, что здесь специального? непонятно, что это, наверное, тень от дерева идет, вот, но и нуля здесь не было, что это тень, ну, просто никакой цифры не было, хотя, ну, вот я просто смотрела, что вот здесь она есть и по ней же сделала. Ну, и так же здесь были, что один цвет перетекал в другой, хотя на картинке это абсолютно один цвет, ну, в общем, в общем, они тут натворили дел, но не страшно. Я вообще хотела по порядку идти, но что-то мне так не хочется эту картинку раскрашивать, она и так уже раскрашивает, вот, наверное, я ее пропущу, а потом вот эту с мороженкой, с фургона мороженого раскрашу, ну, и дальше пойду. Тут мелкать, но тоже не знаю, как раскрашивать. Мне иногда хочется посидеть вот эти вот зигзаги пораскрашивать, иногда прям, ну, нет, 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 хочется чего-нибудь крупненького. Ну, как я уже сказала, здесь на любой вкус, в принципе, есть, буду раскрашивать, раскрашивать, раскрашивать классно, яркая, вот, я пока довольна, что она у меня появилась. Вот, такие вот у меня были покупки, такие новости. Вам всем спасибо огромное за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok